всем привет сегодня протестируем смартфон xiaomi redmi note 5 ценник на который начинается уже со 165 долларов я не сомневаюсь что это один из самых сбалансированных смартфонов за эти деньги но больше меня интересует сможет ли он стать альтернативой флагману и насколько разница будет заметно обычному пользователю у меня глобальная версия в комплекте видим силиконовый чехол ключ sim лотка листовки микро юсб кабель и блок зарядки с параметрами 5 вольт 2 ампера хотя у смартфона есть поддержка быстрой зарядки дизайну смартфона строгий и со вкусом обошлись без челки лицевую сторону занимает 6-дюймовый экран формата 2 к 1 с небольшими симметричными рамками сверху расположены разговорный динамик фронталка и и вспышка индикатор уведомлений и датчики снизу пусто задняя крышка металлическая с двумя пластиковыми вставками для антенны вживили их аккуратно чуть выше средины ложбинка сканера пальцев расположение удобное а скорость разблокировки не хуже чем у флагманов iphone 7 нервно курит в сторонке в левом верхнем углу двойная камера в стиле айфона 10 выпирает она прилично но чехол почти полностью выравнивает этот выступ на верхнем торце только микрофон шумоподавления и инфракрасный передатчик кстати как часто вы такими пользуетесь а внизу динамик разъем микро юсб микрофон и разъем для наушников хотелось бы получить тут type-c но видимо не в этом году справа металлические кнопки громкости и питания а слева комбинированный лоток сим-карт качество сборки ноут 5 радует материалы приятные на ощупь одной рукой конечно пользоваться проблематично да и сам смартфон увесистый но при его параметрах от этих габаритов не уйти рассмотрим экран это внушительных размеров ips матрица формата 2 к 1 с диагональю 599 которая многим заменит планшет уголки как самого экрана так и защитного стекла скруглены разрешение full hd плюс и на мой взгляд его предостаточно картинка очень четкая и даже вглядываясь в экран сложно заметить отдельные пиксели запас яркости просто шикарный углы обзора широкие цвета естественные тачскрин тоже не подкачал да и олеофобное покрытие на месте поэтому впечатления остались только положительной и по части экрана разницу с флагманами заметить сложно работает redmi note 5 на андроиде версии 81 и думаю он будет среди первых смартфонов сяоми получивших девятку версия miui 9 и 5 и меня она полностью устраивает нарисовано красиво и аккуратно батарею не ест с уведомлениями полный порядок да и настроить по вкусу можно но если же вам есть на что пожаловаться пишите в комментариях отдельно отмечу хорошую альтернативу на экранным кнопкам в виде жестов похожих на таковые в ios здесь они работают очень неплохо и увеличивают полезную площадь и без того не маленького экрана также есть и face unlock реализован с помощью фронталки без каких-либо 3d моделей лица но срабатывает точно и довольно быстро касаемо установленного железа все очень неплохо это уже не приевшийся многим snapdragon 625 а более современный 636 оперативной памяти в моем случае 3 гигабайта но есть и варианты где 4 или 6 гигабайт постоянной же 32 гигабайта из которых доступно 22 также есть версии на 64 посмотрим на производительность в танках blitz ноут 5 уверенно показывает 50 60 fps при высоких параметрах в pubg можно комфортно поиграть на средней графике асфальт 9 без малейших лагов идет на высоких настройках into the dead 2 также идет на высоких параметрах графики что же даже в тяжелые игры можно комфортно играть со средними и выше параметрами графики при этом даже в чехле процессор прогрелся лишь до 48 градусов так что если вы не заядлый геймер для которого смартфон в первую очередь игровая консоль производительности redmi note 5 вам хватит за глаза инженеры сяоми не стали изменять своим традициям и установили в ноут аккумулятор емкостью 4000 матч быстрая зарядка также присутствует что позволяет полностью зарядить смартфон менее чем за два часа за час чтения на средней яркости уходит 8 процентов заряда час просмотра ютюба также садит батарею на 8 процентов а час игры разряжает аккумулятор на 17 процентов поэтому мне всегда хватало смартфона на день а то и два дня без подзарядки если я редко играл рассмотрим камеры тыльный двойной модуль собран из двух матриц производства samsung разрешением 12 и 5 мегапикселей интерфейс удобный и практически полностью повторяет таковой в ios но вот в ручном режиме хотелось бы больше свободы действий а не только подстройку айсо и баланса белого благодаря светоселе оптики равной 1 и 9 что уже недалеко от флагманских показателей а также размеру пикселя 1 и 4 микрометра при достаточном освещении можно получить очень приличного качества снимки автофокус быстрый и точный второй модуль используется только для размытия заднего плана вечером естественно детализация падает и появляются шумы но все же картинка не превращается в непонятную кашу из пикселей видео редми ноут 5 снимает при full hd разрешении детализация неплохая баланс белого подстраивается быстро присутствует довольно эффективная электронная стабилизация также есть режим slow motion в разрешении hd фронтальная 13 мегапиксельная камера представлена модулем omnivision с размером пикселя 1 и 12 микрометра и светосилой 2.0 результат конечно не флагманский но очень достойный музыкальный динамик выдает неплохое звучание с некоторым количеством басов запас громкости приличный звучание в наушниках тоже очень достойная для своей цены подведем итоги редми ноут 5 несомненно отрабатывает свою цену до последнего доллара но заменит ли он флагман на мой взгляд большинству пользователей да его быстродействия и прочих характеристик хватит за глаза качество экрана автономность сборкой материалы радуют но все же в некоторых аспектах он уступает флагманом а именно отсутствие nfc хотя справедливо отметить что далеко не каждый флагман им обладает не лучшее качество съемки при плохом освещении и невозможность в некоторых играх выкрутить параметры графики на максимум еще можно добавить в этот список разъем micro usb вместо тайп си но этот аргумент уже притянут за уши с другой стороны здесь есть аудио разъем стремительно исчезающих в более дорогих смартфонах поэтому если перечисленные слабые стороны не являются для вас решающими в выборе смартфона redmi note 5 станет отличным вариантом за небольшие деньги если остались вопросы или есть иное мнение давайте обсудим его в комментариях и спасибо за просмотр